Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 5 марта, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Штрафы в 1,5 миллиона рублей и 15 лет тюрьмы. Что грозит ульяновцам за фейки? Цветы возвращаются. В сквере на Ленина открыли новые торговые павильоны. К анализу источника нельзя подходить с пустой головой. В Ульяновском вузе впервые провели урок мира. Гуляй, масленица. Ульяновцы провожают зиму. В стране вводится ответственность за распространение фейков о действиях вооруженных сил Российской Федерации. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае, если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет. Также вводится ответственность за публичные призывы к введению санкций в отношении нашей страны. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс России одобрили депутаты Госдумы в третьем чтении. В соответствии с поправками, публичное распространение под видом достоверных сообщений и заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержание международного мира и безопасности, будет наказываться штрафом от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Также возможно лишение свободы на срок до трех лет. Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти, либо по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы, то срок лишения свободы может составить до 10 лет. Если эти деяния повлекли тяжкие последствия, будут наказываться лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Тем, кто был подвергнут административному наказанию за публичную дискредитацию вооруженных сил, грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Также в соответствии с законом за призывы к введению санкций против России будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до 200 тысяч рублей. Нормы вступят в силу с момента их официального опубликования. В смутные времена поможет правда. Для ульяновских студентов начали проводить уроки мира. Рассказывать, как было много лет назад, что происходит сегодня и как бороться с фейками. Первый такой урок прошел в педагогическом университете. А как он прошел, расскажет наш корреспондент. Чтобы не запутаться в современных реалиях, надо знать историю, древнюю и новейшую. Также не следует доверять сомнительным источникам информации. В этом уверена Марина Бравина, кандидат исторических наук. Марина Алексеевна впервые в истории Ульяновского педагогического университета провела урок мира. Лекция посвящена основным вехам российского государства. Лейтмотив отношений с братскими народами тоже есть в программе. Это освещение вообще истории русско-украинских отношений. И в контексте, кстати, информационных войн это актуально. Во время проведения специальной операции на Украине сложно не попасть в ловушку фальшивых новостей. Блоги и соцсети пестрят информацией сомнительного происхождения. Фейки сыпятся, как из рога изобилия, затуманивая умы миллионов людей. Чтобы приблизиться к правде и не пойти по ложному пути, надо следовать нескольким правилам. Первое, что нужно определить, это основа источниковедческого анализа. Кто автор? Насколько вообще этому автору можно доверять? Затем, где этот источник взят? Откуда он взят вообще, этот источник? Но при этом, я вот, знаете, школьникам часто говорю, что к анализу источника нельзя подходить с пустой головой. То есть просто смотреть на тот текст, который написан. Лекцию послушали студенты третьего и четвертого курсов. В основном это учащиеся историко-филологического факультета. Лисан Садыковый первый урок мира пришелся по душе. Мы действительно видели ссылки на исторические события, подтвержденные в том числе различными видами исторических источников. И это цепляло лично меня. Мы не видели мнений блогеров, мы не видели каких-то рассуждений издалека или кухонных посиделок политических. В 2018 году она уехала из Донецка в Луганск. А в феврале ее вместе с дочкой эвакуировали в Ульяновск. Дарья Пикус постепенно приходит в себя после потрясения. Она послушала лекцию и поделилась своей гражданской позицией. Да, за душу тронула абсолютно все, потому что сама, как бы, не то что прям сильно увлекаюсь, но читаю историю и стараюсь все-таки быть в курсе того, что было раньше. И когда сейчас пытаются историю переписать, для меня это прям вот очень непонятно, зачем это все делать. То есть история эта была написана не нами и не нам ее переписывать. Педагогический университет стал первопроходцем в просветительской кампании. По словам специалистов Министерства просвещения и воспитания, уроки мира будут проводиться и в других вузах. Виктория Черкова, Герман Баранов, Управда ТВ. «Хотят ли русские войны?» Акция под таким названием прошла в самом сердце Ульяновска на площади 30-летия Победы. В этот раз участниками стали культурные учреждения и участники хоров. Валентина Никонова с места событий. «Хотят ли русские войны?» Эту песню сегодня исполнили хоровые коллективы Ульяновской области в знаковом месте для нашего региона. На площади 30-летия Победы. В эти дни по всем регионам Российской Федерации проходит хоровая акция «За мир». Ульяновская область не стала исключением. Участники централизованной клубной системы присоединились к акции «За мир». Наталья Макаревич рассказала, почему решила спеть песню «Хотят ли русские войны?» Мы полностью поддерживаем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И своей данной акции, этой песней мы хотим показать то, что мы с ним, что мы сплоченные. Наша команда централизованной клубной системы полностью, полностью на стороне Владимира Владимировича. И мы хотим, чтобы был мир во всем мире и чтобы не было войны. Людмила Чернова более 30 лет проработала в милиции, а сегодня поет в хоре ветеранова Дворца культуры «Руслан». Вокалистка всецело поддерживает внешнюю политику, проводимую президентом России. И поэтому приняла участие в акции. Правильно он все делает, правильно. Я не хочу, чтобы гибли наши ребята. Я не хочу, чтобы матеря страдали от этого. Я хочу, чтобы они вернулись быстрее, чтобы не плакали мы, чтобы у нас все было внуки, у нас все наши сохранились. Ну, не лезьте на эту Русь. Я всегда говорю, нас только довезти надо до самого этого. Доведете? Мы пойдем все и женщины, и мужчины, и дети, и внуки, все. Мы пойдем их разобьем. Волонтер Нелли Харчевникова с первого дня помогает переселенцам из Луганска и Донецка. Глядя в глаза прибывшим в Ульяновск женщинам, детям и старикам, она не может оставаться равнодушной к той ситуации, которая сегодня происходит в мире. И мы здесь собрались для того, чтобы сказать, мы против войны. Мы против того, чтобы гибли дети. Мы против того, чтобы гибли вот такие женщины. Все мы, украинцы, белорусы, русские, единый народ. И акция «За мир» еще раз подтвердила это. Валентина Никонова, Герман Баранов, Даниил Сурков, Уллправда ТВ. Аккурат к 8 марта на улице Ленина заработали цветочные. Предприниматели не работали с прошлой осени. Старые киоски убрали, так как они портили облик только что отремонтированной улицы Ленина. Теперь новенькие магазинчики открылись в соседнем сквере. У предпринимателей и продавцов приятные хлопоты об устройстве магазинчика, привоз и раскладке товара. На улице Ленина наконец-то возобновили работу цветочные павильоны. Только теперь они переместились в сквер-экран. Напомним, в октябре прошлого года из-за реконструкции исторической улицы старые павильоны решили убрать. Строительство новых немного затянулось, но городская администрация взяла на себя все расходы. При строительстве используются также самые современные материалы. Это композит по панели и алюминиевые оконные и дверные заполнения. Цветовая гамма также была подобрана в соответствии с окружающей обстановкой. То есть с учетом того, что это историческая часть города и непосредственно в сквере находится. Но самое главное, теперь в павильонах есть все блага человечества. Нормально работает электричество, подведена вода, сделан санузел. Раньше приходилось привозить канистры с водой, а в туалет бегать в соседний торговый центр. Продавцы уже готовы к наплыву покупателей на носу 8 марта. Больше всего пользуются популярностью первоцветы – тюльпаны, ирисы и нарциссы. А санкции, как отмечают предприниматели, им не страшны. Помимо того, что мы закупаем импортные цветы, мы закупаем еще и наши отечественные. У нас и Самара выращивает, и Саранск выращивает цветы, и Ульяновск выращивает свои. И мы здесь сами, у нас больше половины наших предпринимателей тоже есть свое хозяйство и свои цветы. Вот у меня тоже цветы свои из теплицы. Контракт на аренду с предпринимателями их всего 9. Заключен на 10 лет. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Чистушки, блинчики, варенья. Масленичная неделя в Тосе мостовая слобода выдалась на славу. И хоть соломенная кукла еще не сгорела, люди постарались оставить все невзгоды за порогом. Праздничные гуляния в исконно русском стиле – угостить всех соседей, напечь не только блинов, но и медовых пряников. Эта добрая традиция появилась еще на Руси. А чтобы хозяюшки могли радовать своих домашних ароматной выпечкой, пекарь мостовой раскрыли свой главный рецепт фирменного теста. Вот, видите, какой румяненький получился. За год работы пекарни в Тосе мостовая слобода у работников рука к выпечке уже набита. Из этой духовки с пылу с жару сошло больше 20 тысяч буханок хлеба. А сейчас еще и блинчики подоспели ровно в срок – к масленице. Тесто замешивают, как и все хозяйки. На глаз. Вроде бы ничего особенного. Молоко, яйца, щепотка соли и сахар. А на выходе получаются ажурные и румянные. Все дело в секретном ингредиенте. Самый главный секрет. Я не знаю, у кого как, но все, что мы делаем мостовой, наши цены в камень. Делаем с любовью и с душой. Мне кажется, это самый главный ингредиент. Если вот этого не будет, можно не пробовать. Разгуляться в полную силу помогла федеральная поддержка. Мостовая не первый раз участвует в президентских грантах. Один из крайних – хлеб всему голова. Выигранные 500 тысяч рублей уже освоены. Деньги позволили закупить сахар, муку, обновить холодильник. А значит, обеспечить горячей выпечкой еще больше ульяновцев. Конечно, будем стараться и на следующий год этот проект продолжать. Потому что видим, что это необходимость. Все-таки наш фирменный, может сказать, мостовской хлеб, который без добавок, без всяких вот таких, наши люди пробуют, он намного вкуснее. А еще сдобные пряники. Их, кстати, тоже испекли к празднику. Согласно всем традициям, с медом и корицей. Когда все приготовления подошли к концу, можно заваривать чай и собирать всех соседей за большим столом. Но сперва добрая русская традиция – конкурс частушек. Мастерница в лобе может требовать блинов. Я сказала, сам беги или мне тевать купи. Лучшего так и не смогли определить. Да и как можно выбрать победителя, если под каждую из частушек хочется пуститься в пляс вместе с мастовчанами? Калорито гулянием добавил коллектив централизованной клубной системы. У всех гостей расшитые костюмы в тему первого весеннего праздника. К слову, его завершили чаепитием. Петь песни и встречать одно из самых прекрасных времен года продолжили уже за столом. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Управда ТВ. Накануне Международного женского дня Центр исследования потребительского поведения Роскачества провел опрос, чтобы выяснить, какие подарки женщинам наиболее желанны. Самым желанным подарком у опрошенных стала туристическая путевка. Ее хотят получить более трети респонденток. На втором месте по востребованности – цветы. А вот чего меньше всего хотят получать женщины, так это косметику и предметы для дома и кухни. А что подарят ульяновским женщинам в нашем опросе? Международный женский день, без сомнения, является самым нежным праздником весны. Какой подарок является самым желанным для главных виновников грядущего праздника? И как мужчины собираются поздравлять своих женщин – сейчас узнаем. Ну, в первую очередь, конечно, цветы. Что бы ни происходило вокруг, какие бы проблемы бы ни были, но для наших любимых, желанных, дорогих – это мамы, это жены, это подруги, это любимые женщины, это дочери, внучки. Конечно, поздравлять будем обязательно. На 8 марта, я считаю, это все-таки даже цветы. Ну, так как у нас весна, и классически будет принято все-таки тюльпанам, будем дарить тюльпаны. Про подарки девушки, женщины, скажем так, очень сложно подобрать подарок мужчинам. Лучший вариант в нашем случае – это дарить сертификаты. Салоны красоты какие-то, ну, все-таки сертификаты. Она сама выберет, что ей нужно будет. Что хотят? Духи хорошие, конфеты, шампанское, цветы. И к мужчинам мы тоже задаем вопросы, как мужчины готовятся к 8 марта обычные. Вот вы лично уже готовы? Ну да, потихонечку копим денежки, чтобы хватило на все, что она сказала. Все купили, припрятали. Да, припрятали. Я своей этой позвонила невесте, ей учет их на 8 марта. Квартиру. Вот так вот женщины хотят. Какие дети обычно получаете подарок? Ну, когда что? Вот, ну, цветы обязательно. Цветы, духи, конфеты. Ну, все обычно в наше время, что было. Ну, такого даже уж радостного настроения. Вот это самое главное. Когда в доме все хорошо, всем все здоровы, ну, как-то всем приятно быть друг с другом. Вот это, наверное, самое главное было. И когда в гости приходили друзья. Ну, вот это был праздник. Обязательно цветы. Цветы обязательно нужно дарить девушкам, я считаю. Потому что они такие же прекрасные, как и цветы. Вот. А что девушки, в свою очередь, хотят получить от мужчины? Обычно получают. Вкусно покушать. Счастья будем им дарить добра, будем им дарить, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы у них был позитив. А подарки? Вы имеете в виду подарки? И подарки, и... Ну, я бы подарил бы золото, но пока нет у меня денег. Счастье и духи. Обычно получают цветы, конфетки, что еще? Парфюмерию, наверное. Маму цветы. Гипсофилы. Пожалуйста, отправьте этому молодому человеку обязательно. А то он до сих пор не знает. И еды. Вообще, всегда прокатит. Еда и цветы. Все мечтают о разном. Кто-то мечтает просто о красивом букете цветов. Кто-то мечтает о том, чтобы было рядом мужское плечо. Кто-то мечтает о том, чтобы счастья было в доме, не было войны. Цветы, конфеты, внимание и хорошее настроение. Именно так совсем скоро мужчины будут поздравлять своих любимых женщин. А ведь можно и песней. Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты меня волнуешь. Когда ты смотришь так серьезно, малыш, я тебя люблю. К 8 марта ульяновские учреждения культуры подготовили большое количество мероприятий. Сегодня во дворце губернаторский состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. В программе «Истинная женщина весна» выступили ведущие творческие коллективы ульяновской области. Танцевальные, вокальные и театральные. Также гостей порадовал певец, экс-участник группы премьер-министр Жан Мелимеров. Праздничное настроение обеспечили и мимы театра перформанса «Луна». Очень хотелось сделать праздник, чтобы люди у нас порадовались, почувствовали весну, ощутили весеннее настроение. И для того, чтобы какие-то яркие впечатления добавили, вот такой вот ресурс жизненный. Я желаю всем женщинам, всем девушкам и всем девочкам, присутствующим в зале и в целом в Ульяновской области нашего региона всего-всего самого наилучшего, всего, чего бы вы сами себе хотели пожелать. Пусть этот день наполнится для вас цветами и улыбками. А 7 марта в 17.00 в ДК «Губернаторский» пройдет праздничный концерт симфонического оркестра. В программе «История любви» выступят солисты Елена Рождественская, Дарья Гутман и Александр Терентьев. 8 марта в 17.00 в киноконцертном комплексе «Современник» джаз-ансамбль «Академик Бэнд» представит праздничную программу «Весенний джаз». В этот же день в Центре креативных компетенций «Патриот» состоится концерт весенней народного коллектива «Цирк на сцене». Гостей праздника ждет шоу, в котором привычные цирковые жанры представлены в абсолютно новых и необычных постановках. С подробной программой всех мероприятий можно ознакомиться на сайтах Управления культуры города и Министерства искусства и культурной политики. Детям нужно ну очень много для счастья, гоночные аттракционы, изысканные деликатесы, удивительные открытия и в ямку буш. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». 6 марта в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит минус 7 градусов, ветер с северной до 17 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30, 23, 00, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин